какое небо 6 утра ничего тоже не спится я уже кофе заварила выбежала на крик крите журавлей они прямо так кричали я думал опять в этой пробные полеты устраивают они почувствовали что я вышла за ними подглядеть и перестали кричать пойдем пить кофе пойдем пить кофе кстати вчера несколько раз грохотала прямо гроза собиралась думали польет не полило небо красивое запах 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 моря почему-то здесь у нас какой-то такой влажный стройка века муж выходит в отпуск сегодня работает крайнюю смену и на две недельки в отпуске будет опять продолжать свое творение где-то кричат слышите где-то видимо полеты тренировочные ой как слышно но не видно видимо там где-то в том небе летает даже похоже не летают а где-то сидят в одном месте и кукарекают ну ладно пойдем кофе пить скоро их тут много будет вон они это куда это не но это не они кричат другой стороне эти клиними уже куда летят куда вы улетаете еще 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 все на августа не наступило ничего себе все в этом году какое-то скорая быстро это пролетело ну что пойдем теплицы откроем хотя сегодня их можно было не закрывать сегодня было 16 градусов ночью то есть вполне себе это не холодно соберу огурчики наверное открою помидоры открою помидоры помидоры вчера вечером пособирала поэтому поэтому красных нету такие все бурые красные вчера вечером там ящички собрала опять похвастаюсь вот это вот бычье сердце выставочное посмотрите сколько помидор и они все очень большие прямо вот хожу на него любуюсь да и вот интуиция правда красота в этом году у меня все помидоры какие-то почему-то низкорослые два только вот длинных ну три вот они в середине как раз растут вот справа один это этот минусинский лев по моему да минусинский лев стал к верху внизу не было ничего вверху пошли томаты вот эта зеленая богиня вкуснющий помидор ребята какой он вкусный вот 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 три шарика висит поспевшие сейчас а вчера их не было нет я вчера их видимо тут не нащупала они вот их можно на ощупь определить что они поспели вот когда вам хочется вечером сладенького вот это вот самое лучшее сахарное лакомство я буду их обязательно сажать хоть они не урожайные ну это такие сладкие зеленая богиня ксанаду занаду ее по разному называют ох я сейчас вот я вчера ходила щупала до этих видимо не добралась я нижние потрогала эти не увидела это все это я слащий помидор в жизни не ела даже малахитовая шкатулка рядом с ней не стояли но малахитовая шкатулка они такие крупные ее порежешь на помидорку а эти такие небольшие небольшие но говорят есть покрупнее особи у меня к сожалению нет и вот ну что хочу сказать интуиция конечно это вообще the best прямо вот куст вот такой вот обязательно буду сажать на следующий год и буду сажать много их почему в этом году один посадила благо весны вообще не глянулся тоже гибрид вообще никакой а этого вот сколько я наверное даже вот семена вот с этих соберу потому что можно сажать семена как бы они будут считаться f2 f2 еще повторят свой своего родителя а следующие уже конечно нет и посмотрю как оно будет ну конечно я вот знаете я их даже правда и не пробовала интуицию вкусные они невкусные у меня там вот смотрите какие кисти вон вон прямо вон кисти все завязано я вчера благовест попробовала кстати помидор и помидор поэтому ну мы сейчас все сладкие и сладкие едим вот этот вот желтенькие я его вчера весь общипала я его прямо вот хожу тоже они как конфеты что за сорт не знаю желтоплодные их было много они просто у меня сейчас вот ну зеленые остались я их вчера тут тоже ходила клевала на сон грядущий сладенького когда хочется вот тоже тоже очень 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 вкусные будут сажать сорт не знаю желтоплодные моя любимая москотка в этом году печалька печалька говорю в этом году все такое вот низкие помидоры совсем даже этот дебарау который обычно свешивается вот так вот все какое-то низкое я так думаю потому что я их посадила тут целина была я на нее картон настелила сверху грунт насыпала может им все-таки не хватило корней вглубь пробиться ну ладно нам хватает люди пишут что еще помидорка ни одна не покраснела на фейсбуке в эстонии мы уже второй месяц едим свои помидоры и нам 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 хватает очень даже хватает но интуиция ну прямо я не знаю красавица ну благовест фигня я вчера с него ту две помидорки правда съела migration обычные помидорки помидорки вот эти конечно все вот это вот с артовой очень вкусные очень-очень очень-очень Vi looping вот это вот вот так вот вот сняли все помидоры почему-то именно только этот кто-то понимает что ли Что это за помидор? Не знаю. Я его хотела попробовать прямо с куста. Потому что, ну, чтобы он покраснел на кусту. Не покраснел, он не краснеет. Он вот такой вот белый-зеленый. Потом такой янтарный становится. Очень шикарный вот этот помидор. Я вчера его поснимала тоже. Уже они поспели. Тут вот еще осталась странная вещь. Девочкины девочки. Представляете, как сорт называется? Странная вещь девочкины девочки. Кто так вот назвал? Кто так назвал? Мы его называем странная вещь женщины, чтобы уж это меньше слов было, как говорится. Помидоры в этом году все в основном на нижних ярусах, наверху. Немного их. Ну, ничего. Хватает, хватает. Заболело, конечно, много кустов. Я вот тут вот из середки видите, у меня какие ямы нарыты. Выдрала много уже. Половину середки выкинула. А это тут что-то интересное. Юбилейный Тарасенко я вот сняла. Тут, я не знаю, помидор 30, наверное, висело на кисти. И вот сейчас вот кисть начала продолжение. И вот пошли мелкие. А наверху нету. Наверху помидор не было. Вот видите, как как-то болеют. Какие-то вот листья страшненькие. Страшненькие. Чеснока осталось немного у меня. Разобрали на посадку. Вот оставила себе на посадку. Это вот соседкин. Соседкин крупный тоже вот такой вот лежит у меня тут сохнет. То есть чеснок у меня почти весь разобрали. хотят тоже посадить уральские. Уральские. Эти прям сниму. Аж вот знаете, аж слюни текут. Съесть вот этот помидор. Вот они такие вот небольшие. Вот все веточка поспела. Вот аж лучше любых конфет вечером. Я вот их вчера не нашла. Я вот желтые вот эти щипала. вкусные, вкусные. Видите, плодоножка вот тут вот закрывала и антоциан в этом месте не проступила. Вот они называются сантоцианом. Видите, у плодоножки. И, кстати, вот на этом сорте тоже вот этот вот голубик тоже вчера я его снимала. Так. Ой, это сержант пеппер. В этом году совсем он никакой. В том году очень хороший был. В этом году здесь два куста и оба ни о чем. Ну что, будем огурцы снимать. Самый лучший у меня получился вот этот куст. Все-таки это кураж я его опустила вниз. Он у меня стволиком дотянулся до самого верха голым стволом, потому что огурцы снимались, листья обрывались и я его со шпалера спустила вниз. Вот так вот обмотала и он у меня теперь весь внизу. Вот этот голый ствол. А сам вот пошел-пошел-пошел-пошел-пошел-пошел-пошел-пошел. Да, вот в огуречной теплице у меня висит вот эта золотая корона. Вот эти вот черрики. Хочется, конечно, чтобы веточка целиком поспела, но я не даю. Я вот хожу и щиплю. Они очень сладкие. Но сладкие даже, знаете, как вот не помидоры, а какие-то вот нету вот этой кислинки помидоров. Нет ярко выраженного вкуса. Просто сладкие и все. Какие-то вот такие пресно-сладкие. Может, потому что я им не даю доспеть, но я вот их вот такие вот хожу, обрываю. Вот те вот желтые вкуснее. Но эти тоже, конечно, такие необычные-необычные, не кислые. Ну, даже вот не сказать как. Вот пресно-сладкий вкус. Я вчера тоже пощипала вместо конфет-то, вместо конфет. Но их много, они красивые. Я вот их еще буду сажать такие. Мне не очень так вот интересно, красивые. У меня таких я не выращивала раньше, чтобы такие были. так, это что-то такое? Кто тут покоцал? Вон, какие кисти висят. Вон. Такая длинная кисть, но я вон макушки щиплю у них уже во все. Думала, теплая ночь, о курчике там что-то висит. Думала, сниму ведро. Ведра нет, полкило. совсем маленькие снимать не стала. Ну, куда их такие маленькие? Нету огурцов. А, вон, там, одеть, затесался. Нету совсем огурцов в этом году. А на улице совсем нет. Совершенно. Думаю, если б не теплица в этом году, вообще бы без огурцов были. Созревает лук, который я вырастила из семян. Какой-то еще стоит, какой-то уже лежит. Все, конечно, в травище. Как и требовалось доказать, за все лето я его полола один раз. Ну, давайте попробуем вот головка. Она уже вот тут шейка тоненькая. Это лук. Разорвался. Ну, что, пойдет на еду. это сорт чиполина. Чиполина. Тот, который выращивается из семян. Я буду выдергивать те, которые уже созрели. Вот. Головка. Положу сушиться. Пока тут на грядку. Вот головочка. Эту не порвала. некоторые еще стоят. Вот тоже тоненькая. Смотрите, какой. Ну, вот моя рука. Вот луковица. Это все из семян. Из семян. Есть, конечно, и похуже. ну, в общем-то, в общем-то, для чего я выращиваю чурской на семена? Чтобы семена не покупать, а вот так вот, вот так вот их выращивать. Так, это чего у нас тут? Все в траве. Все в траве. О, пожалуйста. просто. Ну, этот, конечно, е-мое, крокодил. Вот. 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 Да, заросшая, заросшая. Это Чиполина. Он гибрид. Гибрид. С него семена не взять. Он эфагин. Поэтому попробовали и хватит. Я его высаживала поздно. Я все ждала. Поллета ждала дождей, когда дожди пойдут. И потом уже тут сама и шлангочки поливала. Вот этот вообще был захудышный. Захудышная была у меня рассада очень плохая. Но он еще стоит. Вон. Он еще стоит. Ему тут еще и лечь мешает моя кинза. Сейчас мы кинза все повыдергиваем, чтобы он укладывался. Но у него еще и головки вот несозревшие. Поэтому еще сорт не помню. Но это сорт. Вот этот не гибрид.